Здравствуйте, уважаемые телезрители! В сегодняшнюю передачу я подскажу, что именно какая работа предстоит у нас, скажем так, ответственно в этот период. Потому что все-таки холодные ночи дают о себе знать, и многие люди звонят, что усилия, скажем так, выращивания рассады, которые раньше высадили в открытый грунт, все-таки подмерзли, и, скажем так, усилия были зря. Поэтому делаем все вовремя. На сегодняшний период надо обратить внимание на виноградники. Потому что, естественно, у винограда, которые были прикрыты, которые закрывали и давали им согреться, и чтобы быстрее выпустили почки, тоже звонки о том, что почки подмерзли. Как же помочь в это время именно растениям, которые пострадали от заморозка? Вот сегодня об этом будет передача. Итак, виноград. Если посмотреть на виноградные лозы, естественно, они просыпаются. И, скажем так, в зависимости от того, какой это виноград, то есть бывают и ранние сорта, бывают средне-поздние сорта, бывают и поздние. В зависимости от этого наши почки, конечно, где-то на ранних виноградниках они уже зеленые, где-то вообще, где тепло и хорошо, там уже огромные веточки. Но все-таки заморозки трогают именно молодые поросли. И независимо, какие это растения, это могут быть и деревья, но все молодые почки с молодыми деревьями, листочками, они повреждаются с заморозком. И это может быть и плачевно, потому что если все почки, скажем так, тронулись в рост, вот видно даже, где почки просто попали под заморозок. Они становятся коричневые, они могут усыхать, потом этот коричневый лист замороженный, и почки не давать раскрыться. То есть это место у вас, скажем так, уже будет оголенное и росточков не будет. Но то, что у нас сохраняется, здесь тоже вы должны обратить внимание. Вот если у нас росточек немножко больше, у нас поразились вот листочки, именно которые отходили уже от росточка. И здесь тоже можно помочь еще росточку, собственно говоря, остаться живым и здоровым. Я сейчас немножко попозже расскажу, чем это надо побрызгать. Но в первую очередь вы должны проверить. То есть нам надо оставить именно нужное. Я всегда говорю, зеленые операции на виноградниках, на других растениях не торопитесь делать очень рано. Потому что вот бывает так, что если бы мы пораньше прошли и почистили наши почки, мы знаем, что зеленые операции, они обычно у нас удаляются лишние почечки, которые, скажем так, будут загущать, оставляя самые крепкие. И вот если бы это сделали попозже, то, естественно, где-то что-то могли бы и сохранить больше на веточках. Но получилось так, как получилось. Поэтому зеленая операция, она всегда, смотрите, вот если две почки, одна нижняя у вас идет в рост, а вторая верхняя, всегда оставляйте верхнюю, более сильную, а нижняя почечка у нас удаляется. Тогда у вас будет один росток, который будет абсолютно правильно расти и будет иметь уже более крупный урожай. Скажем так, если у вас и две веточки пойдут, но у вас урожай по килограммам будет то же самое, но горошистости будет больше. То есть в полную меру, в полный свой размер уже этот виноград не получит. Поэтому вот смотрите, зеленые росточки, которые остались. Внимательно просмотрим свой виноградник. Здесь, конечно, пострадали в основном верхушечные почечки, а остальные имеют зеленую окраску свежую. Но все равно надо обязательно побрызгать. Это касается сейчас и цветущей клубники. Нам надо обязательно помыть. Для этого есть такие препараты специальные, как циркон. Цирконом можно работать, даже зная, что ночью будет заморозок, перед заморозком обработать свои растения. И циркон, конечно, помогает именно пережить стрессовую ситуацию нашим, скажем так, растениям. Тот же самый эпин. Эпином уже забыли, что такое пользоваться. А эпин, он, между прочим, всегда помогает растению на всех промежутках жизни. То есть начиная от маленькой рассады, он сохраняет, он укрепляет рассаду, делает ее более крепкой для сопротивления другим болезням. И то же самое на других растущих растениях. Это могут быть и деревья. Эпин хорошо срабатывает. На кустики хорошо. Он повышает именно цветение, устойчивость цветка к опылению. Потому что цветки, если тоже большие перепады, вы замечали, наверное, даже на той же клубнике видно, что мороз трогает цветки. И, естественно, уже там плодоношения не будет. Поэтому циркон, вот эпин, они помогают растениям именно в цветушность, именно сохранить, чтобы был урожай, чтобы цветочки ваши были более устойчивы. Поэтому что делаем в этот период на виноградниках? Естественно, то, что у вас поразилось морозом, оно отойти уже не сможет, смотря какие почки. Вы должны посмотреть. Если есть зеленое основание, скажем так, вот вашего ростка, то здесь еще раскрывание вот этого росточка может быть. Оставляйте. Желательно, конечно, сейчас посмотреть внимательно на то, что сохранилось. Потому что вот это надо обязательно обработать. Для этого мы берем на 5 литров воды, разводим примерно чайную ложечку, можете чуть меньше, борной кислоты. Делается это в горячей воде. Обязательно растворяйте, где-то в баночке до полного растворения. Значит, на 5 литров добавляете этот борный раствор и туда же добавляете эпин. Эпин может быть даже целая ампула. Добавляете на 5 литров воды или циркон, или эпин и этим раствором обрабатываете. То есть здесь должна быть обработка, обязательно обработка быть по зеленым листочкам. По зеленым. Если это клубника, то, естественно, там можно и по цветам, и, скажем так, по кустикам. То, что отомрет, скажем так, потому что бывает, что восстановление даже помидор идет, именно вершки подмораживаются. Но мы не забываем, что из-под каждого листочка у нас может расти росточек у помидора, поэтому не торопитесь выбрасывать. Я попозже покажу, как это делается. И виноградники обязательно обрабатываем. Не забываем, кто не подкормил виноград в этот период, обязательно надо помочь и подкормить виноград. Виноград должен быть подкормлен в соотношении на ведро воды литр золы, который должен этот раствор настояться примерно день, или замачиваете вечером, а утром можно с этим раствором работать. И это ведро должно идти под один хороший куст. Желательно, конечно, чтобы были присущи еще микроэлементы. В наших магазинах, наши белорусские, обычные, не надо дорогие покупать. Есть специальные маленькие пакетики, которые так и называются, микроэлементы. Там собраны все микроэлементы, которые именно надо растущему растению. Поэтому этот пакетик из расчета, там написано, можете всегда делать из расчета чайная ложка на ведро воды. Этого будет достаточно. Потому что иногда в сотых долях растению надо того же железа, или цинка, или, скажем так, магния, чтобы растение восстановилось. И здесь же, когда появляется зеленая салатовая листва, вот именно микроэлементы и должны быть присущи нашим растениям. Поэтому виноградники обязательно подкармливаем и обрабатываем. Обрабатывать против болезни сейчас не стоит. Сейчас надо помочь прожить заморозки и, конечно же, против вредителей. Если обработка первая вам помогла, когда я показывала, против клещей обрабатывать виноградники. Если же нет, если вы видите, что паутинки есть между, скажем так, веточками, или, ну, если видно, вот паутина какая-то, или, допустим, белый крошечный налет такой на ваших зеленцах, то клещик еще присущ. Поэтому обработку можно повторить. Соединять эти растворы, как циркон, допустим, и борная кислота, все-таки не стоит при обработке от вредителей. Поэтому эти растворы можно сделать раздельно. Большой перепад температуры ночной и дневной. Будьте внимательны при обрызгивании. Потому что охлажденное растение быстро нагревается на солнце. И происходит, конечно, если раствор мы задерживаем с помощью мыла на листиках, могут быть ожоги. Желательно, конечно, обрабатывать наше растение в вечернее время. Поэтому помогаем сейчас для тех, у кого тронули заморозки наши растения. Идем дальше. Обязательно проверяем наши, скажем так, земляничники. Естественно, грядки, которые мы прикрывали для ранней продукции клубники, они у нас, собственно говоря, заморозками не притрагиваются. Но если в открытом грунте у кого-то ранние сорта, они зацветают, то, естественно, тогда вы должны подойти и посмотреть на цветочки. Потому что у цветочков могут быть выпады. Если черные серединки, то здесь бывают только две причины. Или это накрыли заморозки, или же это прогулки долгоносика, который портит вот именно эти цветки. Он закладывает уже личинки далеко, глубоко в цветочных почках. И при раскрытии этих цветков уже видно, что уничтожена ягода, что уже ягоды не будет. Но что касается именно сейчас, скажем так, наших ягодников. Не торопитесь открывать. Да, дневная температура очень высокая, поднимается до 20. Но именно ночной 0 или минус 1, он просто может уничтожить наш урожай. Поэтому надо потерпеть чуть-чуть. Я понимаю, что, конечно, вытягиваются наши кусты, растут большие, все. Но именно сейчас при цветушности, потому что цветение продолжается, хотя завязка ягод очень хорошая тут происходит, но еще на крайних цветоносах еще присуще цветение. Поэтому надо поберечься от заморозков. И также в этот период надо помочь кустам для большего плодоношения. Здесь тоже самое подойдет и циркон, и эпин. Но самый главный у нас, конечно, козырь, это мы должны в растворы добавлять борную кислоту. Борная кислота, она помогает. Вообще, наши земляничники, они очень нуждаются в кислотах при создании наших ягодок. Поэтому даже растворы, которые вы делаете сейчас, подливая, скажем так, земляничники, должны быть кислые. Если это у вас идет просто отдельные какие-то элементы, то можете в этот раствор воды добавить немножко лимонной кислоты. Это очень поможет именно для большего создания ягод. Но если вне корневая подкормка будем брызгать, то здесь можно также взять соотношение борной кислоты. Тоже на 5 литров можете брать чайную ложечку. Это не значит, я всегда говорю, что чайная ложка это с горкой. Если вы берете чайную ложку с горкой, это получается у вас уже десертная ложка или даже столовая. Поэтому чайная ложечка без горки, растворяете отдельно борную кислоту, добавляете в водяной раствор на 5 литров, сюда же добавляете циркон. И, конечно, по земляничнику, если вне корневая подкормка, можно добавить йод. Йод идет соотношение на 10 литров 40 капель йода. Но если вы делаете раствор на 5 литров, естественно, это делается наполовину меньше. Потому что йод помогает нам именно в листовой аппарат, именно для укрепления, скажем так, листового аппарата. Потому что ведь листовой аппарат, он и помогает справиться с нагрузкой. Вот, допустим, если, смотрите, сколько здесь кистей. Раз кисть, два плодоношения, три, четыре, пять. Это очень много, а листьев получается мало. И если перепады большие, скажем так, температурные, то земляничники, если посмотреть, которые не укрывные, они остаются низкие. А вот именно укрывные, видите, насколько больше дается зеленой массы, и ягода будет гораздо крупнее. Вот это та операция, которая сейчас поможет тоже нашим земляничникам справиться с заморозками. Потому что я посмотрела, даже грецкие орехи, деревья, они пострадали при заморозках. Внимательно посмотрите на те деревья, которые недавно зацвели. Им тоже надо помочь цирконом или эпином. Пойдем дальше. Есть такие растения, которые сигнализируют нам о заморозках. Потому что иной раз приходишь в 8 часов или в 7, скажем так, на дачу, солнышко уже поднялось, естественно, у нас все согрелось, и мы не видим вот того урона, который наносит нам именно ноль, который бывает ночью. Но если внимательно присмотреться, я вам буду подсказывать, если внимательно присмотреться даже к деревцам, то нам видно, вот я показываю по своему грецкому ореху, вот видно, что эти нежные первые листочки, они просто подмерзли. Если вот на плодоношении, кстати, как цветет грецкий орех, вот для тех, кто не видел. Видите, на плодоношении есть вот такие у него красивые кисточки. Вот, а здесь верхушечная почечка, она видно, что она стала сухая и коричневая. Вот она тронулась, скажем так, заморозками. Но здесь есть сохранение зеленой веточки. Вот если посмотреть, все наши росточки внизу зеленые, прихвачена только верховая часть, то поэтому веточка будет жить. Но многие почки, они пострадали, и видно, что вот верхушечные листочки все подмерзли. Поэтому таким деревцам тоже надо помогать. Это же касается декоративных цветов, на которых видно. В первую очередь это такие ранимые наши бальзамины там, бегонии, у которых водянистые листочки, они моментально хватаются при морозке. Или даже ноль, если будет опускаться, листочки просто прихватывают морозцем. Вот, поэтому смотрим внимательно и помогаем нашим растениям. Ничего не сделаешь, перепады температур большие, и будет это еще продолжаться до конца мая. Итак, вот если посмотреть тоже на наши растения, видите, видно сразу же на те растения, которые просто прихвачены морозцем. Хотя обычно это и есть верхушечные почечки. Вот если внимательно посмотреть, это верхушечные листочки, которые прихватились. Но серединки зеленые, поэтому думаю, что восстановление растения произойдет. Просто я нечаянно забыла внести в теплицу вот эти растения. И хоть многие говорят, что у нас не было приморозка, я могу сказать по своим растениям, что все-таки температура какое-то время опускалась до минус одного. Мы уничтожаем все вот эти, скажем так, подмороженные листочки, обрезаем наше растение до живого. Желательно, конечно, как я, не забывать растения сейчас и на ночь, поберечь их, где-то прикрывать или вносить в более теплое помещение. И эти растения должны восстановиться. Их можно также стимулировать сладенькой водичкой. То есть, если вы на стакан воды растворите, скажем так, несколько чайных ложек сахара, этим раствором полить, то растение тоже окрепнет. Растению можно также помочь именно опрыскиванием такими препаратами, как циркон, эпин. И растение можно поливать также какой-то медоносной водичкой. То есть, при добавлении меда. Мы знаем, что мед тоже стимулирует растение, скажем так, повышая впитываемость питательных веществ растениям. И, конечно, растение крепнет. Даже для корневой системы, для создания корневой системы, многие вымачивают свои черенки в медовой водичке. Это тоже очень помогает. Но вот некоторым растениям тоже нужна наша помощь. И отвечу еще на такой вопрос. Многие, приобретая сейчас именно рассаду томатов, появилось много вопросов. Я их собрала все вместе. И сейчас хочу на некоторые из них ответить. То есть, я благодарю тех людей, конечно, которые отзывчивые, которые отвечают, скажем так, моими же, скажем так, благодарностями. И благодарят за какие-то подсказки, за какие-то это. Я благодарна. Я каждому звонку благодарна. Поэтому при приобретении рассады случаются вопросы. Какие? Если посмотреть в рассадный период на томатики. Ведь вот кто у меня приобретал рассаду томатов, кстати, рассада еще есть в продаже, приобретайте. Значит, рассказывают такие ситуации, что при покупке рассады, скажем, неважно, в открытый, грунт закрытый, они получили просто растения совершенно другие. То есть, если им говорили, допустим, красные плоды, такие-то, такие-то, получили желтые. Ну, вот эти рассказы существуют. И сейчас я все-таки хочу рассказать, потому что сейчас появились такие лекарственные томаты с антоцианом, которые помогают для очищения крови, даже помогают при определении раковых клеток и уничтожении их. Это уже всем известно. И люди сейчас стремятся посадить себе хотя бы в уголок теплицы какие-то полезные вот эти томатики. И был мужчина и задавал вопрос. Ну, мне клялись, божились, что это томаты с антоцианом, а я в прошлом году их посадивший, я получил просто розовые помидоры. Как их узнать в рассадном периоде, что они с антоцианом? Вы знаете, что существуют различия, но надо быть очень внимательными, потому что есть сорта, которые похожи или особенно темно-плодные. Это бывают и черные, и коричневые. Они тоже имеют эту особенность. Но если томат с антоцианом, он в рассадный период все время имеет синий ствол. То есть он, видите, какой фиолетовый у него окрас. Если посмотреть на обычный, он вот зелененький. А с антоцианом, вот сорт у меня какой здесь, мечта Алисы. Хотя он получается бикалор, но антоциан присущ только в верхней части этого томатика. Но все равно, если присущ в сорте антоциан, то стебель, вот стволик, он все время будет, видите, какой фиолетовый. Вот он даже подрастая, он фиолетовость свою сохраняет даже на верхней стадии. А здесь, вот если он красный абсолютно, он будет светлый или других сортов, других оттенков. И здесь уже антоциана не будет. Поэтому эту особенность тоже, конечно, имейте в виду. И это, скажем так, тоже отличительно. Вот, видите, вот он с антоцианом. У него даже листочки бывают снизу и сверху, приобретают такой темно-фиолетовый окрас. Поэтому есть же разница, вот если посмотреть на зеленые сорта, видите, вот, стволик один фиолетовый, а один зеленый. Поэтому вот эта особенность вам подскажет при приобретении томатов с антоцианом. Спрашивали еще, как же понять, ну, допустим, спрашивают люди рассаду в открытый грунт. Естественно, человек, который не может согреть или там, ну, чтобы у него были индеты или там детерминанты, он, конечно, хочет купить себе томаты в открытый грунт, именно какие-то низкорослые. Иногда бабушки не могут насобирать кольев, чтобы подвязать, допустим, если у вас томат будет метр. И в рассадный период, собственно говоря, на рынке вы тоже не можете узнать, как же понять, что рассада именно для открытого грунта. Есть такая подсказка, сейчас я вам скажу. Значит, индетерминанты, и такие детерминанты, которые в открытый грунт, они отличаются. Я всегда немножко рассказывала, но люди не задавались, скажем так, не брали эту информацию себе на внимание. И я хочу еще раз повторить, что индетерминанты, которые вы выращиваете в теплицах, которые имеют неограниченный рост, они могут расти до двух метров, и дальше, если за ними ухаживать, они могут расти и вырастать просто огромных размеров. Один томат можно вырастить на всю теплицу и собирать с него, если там будут, конечно, теплые условия. Но детерминанты, они немножко отличаются. Так вот, чтобы вы видели, что рассада в открытый грунт, вы должны для этого посчитать листочки. То есть детерминанты, которые будут расти 70 сантиметров и выше, чуть-чуть метр, они будут цветочную кисть иметь примерно там, где растет седьмой листок. Если посчитать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой листик, у вас идет цветочная кисть. Это значит, будет у вас томатик примерно 70-80 сантиметров. Если же это индет, вы покупаете и смотрите, что на них листиков много, я хочу сказать, что вот если посмотреть, еще цветочных кистей нет. Здесь должно быть девять листочков, тогда уже над девятым листочком будет появляться первая кисть. Если вы видите, рассада переросла, листочков много, подошли, посчитали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, хотя два нижних можно не учитывать. Шесть, семь, восемь, девять, тогда идет цветочная кисть. Это будет индетерминантный сорт, который растет неограниченно. И в открытом грунте, если вы посадите в открытый грунт, а не в теплицу, естественно, он будет расти, будет плодоносить, но он все равно будет выше детерминантов. И он будет примерно в открытом грунте метр, метр двадцать, а то и метр пятьдесят. Вот вы должны учитывать такие особенности. Если вам говорят, что это штамповая культура, то тут видно, что штамповый томатик, вот смотрите, они видно, они коренастые. У них междоузлия, у них всегда короткие. Это и есть штамповые сорта, которые растут не более 50-60 сантиметров. Вы тоже можете определить. Если посмотреть разницу между узлей здесь и здесь, то разница есть, правильно? То есть здесь всегда их, ну, междоузлия меньше, поэтому они коренастые и размер у них более низкий. Поэтому это такие маленькие секретики, которые можно, но узнать, как это спрашивают, а можно ли узнать, вот желтый будет томат или красный. Здесь, конечно, уже не узнаете, пока не прочитаете сорт, название сорта и описание этого сорта. Ну, уже продавцов на рынке, скажем так, им уже будете верить просто на слово, потому что так кустики не определяются. И то, что у томата картофельный лист, вот, допустим, они тоже бывают разные, картофельные листья, видите, бывают такие, бывают такие, их называют картофельная ботва. Это не означает, что они будут только красные или только желтые. Ну, они есть и красные, и розовые, и черные, и всякие, именно с таким, с такой листвой. Поэтому это не определение цвета вашего томата. Вот, это маленькие секретики, которые я подсказала. Естественно, звоните, спрашивайте, я всегда помогу и подскажу. Ну, а на сегодня все. До свидания. Берегите себя.